Следующим шагом мы откроем файл settings нашего проекта и в первую очередь добавим вверх кодировку, для того чтобы мы могли писать русские символы. Сейчас наша задача запустить проект, потом проанализируем, проговорим файл settings. Но давайте попробуем запустить и увидим, почему он не хочет работать в каких-то случаях. Во-первых, в Visual Studio есть кнопочка запуска, сначала нажимаем создать файл lauch, далее выбираем Django, либо там будет сначала Python, нажимаем Python, потом выбирается Django и нажмем кнопку. Проект, по сути дела, не должен запуститься, почему? Потому что мы еще в миграции, то есть оно нам говорит, вы не провели миграции. То есть вроде как запустился, но миграции базы данных нет, хотя проект сам вроде как работает. Но понятно, у нас нет ни учетной записи, ничего. Это все надо исправить. У нас в проекте есть такая папка installed apps, где по умолчанию уже установлены несколько библиотек. Первое Django Contrib Admin, то есть это все, что связано с админкой. Django Contrib Content Types, это очень крутая библиотека, это мини-фреймворк, который можно использовать. Иными словами, у вас есть 5-6 приложений совершенно разных, но именно типы контента соединяет все в одно поле. И по сути дела, при помощи этой библиотеки мы можем с разных приложений взаимодействовать, как хочешь. Ну, это уже позже. Далее, папка сессий, сообщения, это не по почте, а сообщения, которые будут вводиться на страницы. И статические файлы. Значит, ребят, ребята в школе знают, да, то, кто первый раз. Я не вожу полные команды, я для себя сделал алиасы. Конечно, можно, пока я выключу сервер, да, и попробую запустить статику. То есть, я делаю алиасы на Linux, у меня вместо того, чтобы набирать команду Python Manager PyStatic Files, я набираю всего лишь ST. По сути дела, мы тоже в школе изучали, как в Linux добавить алиасы. Это короткие команды, которые можно использовать везде, где угодно в системе. Ну, я сейчас наберу полностью. Наше же дело рассмотреть. Ой, я даже уже забыл, как эта команда называется, насколько давно я не набираю полные команды. Сейчас посмотрю. Я сейчас делаю алиасы. А, коллегстатик, видите, даже забыл, насколько давно. То есть, MacImmigration у меня MA, Migration и MI, ST, ну, когда надо run server. В принципе, даже забыл, видите, насколько давно я ими не пользуюсь. Ну, сейчас я буду пользоваться. Мы должны получить исключение. Правильно. Не, не получили. Сейчас посмотрим. Да, получили. Не определена static root, то есть папка, где будут храниться статические файлы. Если мы промотаем чуть ниже, мы увидим здесь одну настройку по умолчанию, static root, то есть статический URL. А здесь у нас нету сейчас папки static, да, свернем. Она создается автоматически. Для того, чтобы она создалась, нам надо сначала указать директорию, где она будет создаваться. Ну, самый простой путь это сделать. Давайте мы посмотрим, во-первых, обязательно, давайте рассмотрим, где это находится в документации. Перейдем на сайт Django. Если он у нас не открыт, нажмем документацию, промотаем вниз. Нам надо пункт. Development. Разработка, да. Нам надо пункт разработка. Здесь есть все настройки. Здесь мы видим все настройки. В данный момент их довольно много. Они у нас будут добавляться. Нам надо static root настройка. Если мы промотаем, здесь есть разделение, да, message out. То, по сути дела, нам надо мытать низ, 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 низ. И мы увидим такие static files. По сути дела. Static root. Давайте откроем. Все три настройки нас будут интересовать. Мы их все установим. У нас сейчас есть настройка static URL. Давайте откроем static root. Дальше идет static URL. Рассмотрим их. Static root это папка, где будут складываться файлы. Здесь введена команда, которую я уже даже забыл. Видите, как долго не ввожу. Далее идет на утилиту. И следующий момент. Тут есть предупреждение. Давайте его прочитаем. По finders мы эту настройку тоже. Сейчас я объясню. Есть еще одна настройка. Static file finders. Ну, сейчас я посмотрю, осталась она или нет. Да, она осталась. И мы ей будем пользоваться. Static file finders. Она идет далее внизу. Давайте переведем. Я сейчас объясню. Смотрите, почему она важна. По сути дела, если простыми словами, это backend или иными словами утилита, которая вытянет статически к файлу у вас на сайте, откуда только возможно. Ну, давайте статику сейчас и настроим. Итак, всегда обязательно читайте. Всегда обязательно проверяйте. Потому что бывает, меняются типы данных. На что мы должны сейчас обратить внимание? Мы должны... Зачем мы зашли в настройки? Допустим, я пользовался версией 3. Или там версией 2. А тут я перехожу на версию 4. Первое, на что мне надо обратить внимание, это типы данных. То есть, я что смотрю? Мне сейчас вот это надо убрать. У меня луч английский. Мое дело какая? Вот какое. Static files. То есть, по дефолту, по умолчанию, я вижу список. То есть, мне становится понятно, как программисту, что я должен заключить это в список. Дальше идет пример. Static URL, это понятно. Static root, нет дефолта, да? То есть, по сути дела, что это значит? Это ничего не значит. Или значит? Абсолютно значит. Это значит, что когда нет дефолта, в данном случае, значит, мы можем записать либо абсолютный путь, либо путь относительный. Мы напишем путь относительный. Открываем нашу среду. Я не буду прописывать цель экономии времени. Открываем сетинг. Не путайте. Вот пришли в статик. Да? И вот так. Хорошая практика на начальном этапе. Видите, подчеркнулось включение. Сейчас мы разберемся, почему. В начальном этапе, так как делают разработчики Django. Обратите внимание на верх файла. Разработчики Django везде делают как? Добавляют ссылки. Это очень правильно. Особенно для новичков. То есть, что нам надо? Вот у нас есть статикрут. Нажимаем. И копируем адрес. После этого, тогда у вас всегда будет порядок, и всегда у вас будет подсказка. И со временем вы научитесь находить все быстро. Ведь помните, в чем задача программиста? Знать, где найти и использовать, а не запоминать. Добавляем ссылку. У нас здесь подчеркнуто ОС. Все правильно. У нас нет импорта операционной системы. Раньше было по умолчанию, сейчас убрали. Но это не проблема. Есть звездочка. Нажимаем импорт ОС. Настройка импорт появится вверху. Вот он появился. Все. Теперь у нас есть статические файлы. Мы их в одном месте. То есть, статику привыкайте. Вот тут. Не разбрасывайте по всему. Что говорится в этой строке? Вообще, мы с вами... Я вам давал задание рассмотреть. Сейчас, кто не рассматривал, во-первых, открываете библиотеку ОС. ОС, Пайтон, Патч, Джоин. Все это рассматривайте сами, да? Либо в школе мы рассматривали. Здесь мы видим два аргумента. По сути дела, это база ДИР и статик. База ДИР мотаем вверх. Это указание нашей папки, нашей директории. То есть, по сути дела, это говорит о том, что папка будет расположена, в данном случае, просто в директории нашего проекта. Практика Джанка. Поэтому везде, где мы будем писать, мы будем писать первый аргумент всегда база ДИР. То есть, указывая тем, что путь находился здесь. Далее. Сразу исправим настройку по ходу вот здесь. Allow it host. Здесь вы будете писать, когда... Сразу предупрежу. Сейчас перейдем к статике. Это просто, чтобы вспомнил. Когда проект... Здесь у нас список, да? И вы пишете, допустим, SPB. Свой сайт. Когда на сервере будет. Тут.ру. И обязательно, не забываем, здесь ставим запятую. Опять ставим. И пишем... www.spb-tut.ru Тут.ru Еще один вариант. Бывает и так, некоторые сервера, сайт не работает. Значит, еще один и адрес вашего сервера. Там 156, там бла-бла-бла. И так, если не работает, да? Не дай бог. Ну да. Ставим еще буквочку U. У, да? У Unicode. Ну, это бывает. В основном работает после этих двух настроек. Сейчас нам это не надо. Сейчас. Сейчас мы что ставим? Все хосты. Иными словами, строк. И вот так. Звездочка. То есть, любые хосты у нас будет. Дебаг. У нас истина. Так. Возвращаемся к нашему статике. Итак. Поняли база DIR. А название папки статик. Ну и, само собой, это URL. После этого мы уже можем запустить статические файлы. Вспомнил только. Видите, как я давно... Ну, лучше алиасом. Вот оно собрало 128 файлов. Если алиасом, у меня создан алиас. Я взял st и ввожу yes, да? Ну, дальше оно спрашивает. Не надо вводить три аж слова, да? Теперь у нас появилась папка статик. Вот оно. Собрало основное CSS, фонд и имидж. Это все, что надо с админки. Все вещи, которые нужны. Теперь следующая настройка, которую мы с вами хотим узнать. То есть у нас уже есть static root. Мы определили static URL у нас был. У нас еще есть static files.dears. Иными словами, что это такое? Директории, которые не вошли в статику, но мы хотели, они могут находиться в отличие. Допустим, мы написали какое-то приложение и там вбили статику, но джанга ее не видит. Если не видит, то что мы делаем? Мы добавляем папочку, мы это по ходу увидим все, папочку static files.dears. Здесь вы видите тот же самый синтаксис, то есть база.dears и дальше будет наш путь, да? Ну, он будет у вас свой. Пока она закомментирована, это просто для примера я оставил для вас. И эти файлы тогда будут видеться. Все будет окей. И добавляем еще одну настройку static file finders, то есть чтобы завершить пока статическими файлами. Завершить совсем? Нет, не совсем. Static file finders, то есть две утилиты, которые умеют находить. Далее. Все? Нет, не все. Нет, не все. Нам желательно еще кое-что сделать в URL. Во-первых, открываем файл URL в settings, в директории практика джанга. Чтобы проект у нас отлично работал, ну, это не имеет значения, это на русский, мы добавляем несколько строк. Мы добавляем такую вот строку в URL, чтобы у нас картинки все отражались. Их setting debug, URL patterns, то есть наша переменная URL patterns, где будут содержаться URL адреса, вы уже прошли уроки, знаете, да? И медиа URL, и документ медиа URL. То есть, иными словами, медиафайлы. Если нам понадобится то, что загружается, пользователям проверять, чтобы это все отражалось. Но мы видим, кое-чего здесь нет, поэтому мы добавляем статику. Добавляем сюда еще одну настройку, один импорт, вот static убралось, да? И второй setting, да? Из джанга конфигураций, настройки, все. Теперь, по сути дела, у нас не должно быть проблем с отображением статики. Теперь, по-моему, все. Все? Нет, не все. Пока не забыли, сразу нажимаем на папочку плюс, только не здесь, нам не надо в этой папке. Допустим, поставим на этот файл, чтобы в папку не попасть, да? И создаем сразу папку медиа. Вот то, что надо сейчас прямо сделать, чтобы не забыть. Все, есть папка медиа, это будут медиафайлы. Открываем settings, проматываем. И у нас, мы видим, нету здесь папок директорий, медиа. Я вам даю задание. Зайти на файл настроек и найти media.root и media.url. А мы этим временем с вами просто их добавим. Для того, чтобы отображались файлы пользователей, которые они загружаются, во-первых, то есть, это не статика. Человек, допустим, загрузил фотографию, загрузил картинку, завтра перегрузил. То есть, с ними должно что-то происходить, да? Во-первых, они где-то должны храниться. Для этого имеется папка медиа. Вы, конечно, можете ее как хотите назвать, но я на первых этапах не рекомендую. Не путайте вы себя. Придумали, жанр-разработчики, хорошая вещь, что здесь менять. Поэтому в аккурат, после статики, добавляем две еще настройки. Media.root, так же, как и статическая папка, которая говорит, то, что папка называется для медиафайла медиа, мы ее создали. И медиа-юрл, то есть, как он будет отображаться, разберемся по ходу. Но это то, что нам надо добавить прямо сейчас. Итак, теперь наш проект уже готов для первичного запуска и уже будет отлично работать. Нам осталось последнее действие. Создать суперпользователя. Python-менеджер-пай-крит-супер-юзер. Нажимаем Enter. Ой, что такое? Ага. Правильно. А миграции кто будет проводить? И, ребята, на старуху бывает проруха. Сразу, ребята, я не пользуюсь, поэтому ребята в школу уже привыкли, что я ввожу ма. Но так как могут быть новые люди, я ввожу полную команду. Python-менеджер-пай-макиммигрейшн. То есть, проверить, что надо собрать в миграциях. То есть, иными словами, мы создаем таблицы. Перед тем, как создавать, давайте посмотрим настройку. В будущем, чуть попозже, мы установим PostgreSQL. Пока можем назвать наш проект как хотите, можем оставить так, можем себе написать практики джанга и поставить один. Я почему говорю один? Что, допустим, новичок еще не пользуется гид, а сейчас я про него не буду рассказывать. То вы можете, во-первых, оперировать с базами данных. Один, потом настройку два, опять сделали. Данные никуда не потеряются, потому что в предыдущих уроках мы что делали? В предыдущих уроках я показывал, ребят, такие вещи, что можно использовать утилиту загрузки. Ну, мы рассматривали. Иными словами, один раз добавили данные, там статей кучу. Потом сохранили их в формате JSON, а потом просто подгружаете и не дурите себе мозгу. То есть не надо каждый раз. Во-вторых, если особенно на первом этапе чего-то там наглючило, то, грубо говоря, в SQL, SQLite, можно просто скинуть базу, называть по-другому, по-новому создать. В принципе, здесь это не принципиально. Вам все это можно, да? Но вы должны четко понимать, что ошибки надо стараться править, потому что когда у вас будет реальная база с пользователем, там уже таких вещей не прокатит. Ну, в принципе, сейчас самое важное, что нам нужна настройка дата-база. Потом мы сказал SQL, и теперь мы можем запускать наши миграции. Нажимаем Enter и получаем. Все правильно, когда по умолчанию оно ничего там не выдает. Когда мы будем создавать новые модели, то оно будет выдавать. Абсолютно верно. Вторую Migrate. То есть, уже создать таблицы, команда непосредственная. Нажимаем Enter. И создаются таблицы. После этого мы можем открыть нашу таблицу. Я ребятам давал. Специально нашел для них вот тут справка. Смотрите, тут есть веб-сайт. Вот он. Веб-сайт. Или наберите скачать браузер, значит, о программе. DB Browser for SQLite. То есть, наберите и найдете. Это, по сути дела, нам где-то понадобится смотреть, открыть базу данных. Программа бесплатная. Находим наш проект. Находим наш проект. Находим нашу базу. И вот как раз мы видим, да, первичное. Postgres мы потом поставим уже нормально. И здесь видно, да, вот ID, паспорт, пароль. То есть, юзернейм, имя, фамилия, e-mail. И так можно разворачивать. Но нам понадобится, в принципе. Но для... Все-таки это лучше, чем ничего. Этот момент тоже учли, да. Ну, я сделал себе алиасы, поэтому миграция у меня мая. И мне так удобно просто. Понимаете? Вы можете свое... Мне лишь бы поменьше вводить. Все, наш проект готов. Теперь мы точно можем в него войти. И дальше потом еще раз смотрим настройки. Перезагружаем. Да, правильно. У нас неопределена индексная страница. Поэтому он говорит, нет страницы. Но нам сейчас интересует админ. Нажимаем Enter. Вводим пароль. Слушайте, а я забыл, какой я вводил. Или я только начал, а потом на что-то отвлекся. Так. Слушайте, так же бывает. Ну. Итак, супер-юзер, да. Либо по умолчанию, либо любое другое имя введите. Вводим свой адрес. Далее вводим пароль. Он не виден. Все. Супер-юзер. Креатсус. Все отлично. Все создалось. После этого обновляем нашу страницу. И все. Мы вошли. Все у нас нормально. У нас две таблицы. Группы-юзеры. И вот наш юзер. Который я зарегал своего. Вы своего. Все пока. Проект готов к началу работу. Все отлично. Спасибо. Спасибо.